Здарова, этот ролик будет без особой токсичности, как бывает в остальных моих видосах. Да-да, и такие праздники тоже случаются на моем канале. Можете смело отмечать этот день в календаре. А теперь переходим к самому ролику. Я играл на сервере Беброград, а IP группа ВК будет в описании. Не забывайте, пожалуйста, внимательно чекать описание, потому что есть до сих пор такие люди, которые делают сервера, либо с перенаправлением на другой свой сервак какой-то. Под видом, конечно же, популярного какого-либо сервера, они перенаправляют на свой мошеннический. Или же есть сервера с накруткой онлайна, то есть вы видите там 70-60 человек, а по факту там играет 10. И несколько из них еще и боты. Вот так вот у нас сегодня ролик начинается с предостережения. Ну, а теперь можете расслабиться, мы начинаем. Здравствуйте, молодой человек, можете встать лицом к стене? Путин, что ты тут делаешь? Так, пройдемте лиц. Почему вы не находитесь дома? Да я туда ищу, вообще, вы меня, то есть, приковываете, да, к стене вот. О, прикол. Пройдемте вон в той стене. Комендантский час во дворе, и вы также, молодой человек, пройдемте в общественных местах. Ну, вы не дома, комендантский час требует быть гражданских дома, а не в общественных местах, потому что это... Комендантский час сейчас они требуют. И требуют как раз-таки. Пройдемте к стеночке. Если я не хочу. То мне придется применить силу и силой надеть на вас наручники. Ну, примените. Ну, хорошо. Сами заходите. Вот обратите внимание на того чела, который играет за профессию дудосера. Он бегает во время комчаса, видит полицейского, который разгоняет всех с оружием в руках, и его это нисколько не пугает. Он хочет освободить человека, которого уже заковали в наручники. Это работало бы только в одном случае. Если бы с этим дудосером еще находились бы около трех-четырех человек, чтобы запустить процесс ФРРП у этого самого полицейского. И можно было бы тогда освободить их кореша. То есть важно, чтобы это еще был их знакомый, а не левый тип. Понизю не остановитесь. Молодой человек. Молодой человек. А, не надо, не надо. Уйдите. Чего не надо? Ушли раз. Ничего же не происходит, все же нормально. Вы сами меня исковали, куда-то ведете тут. Молодой человек. Я вас сведу в полицейский участок. Ильчук. Опа, он его вытащить хочет, правильно? Из чего? Чтобы. Он за ним, он за ним идет, чтобы его вытащить, правильно? А идите домой, гражданский, или вы будете так же. Да это ты ему, Гевара, лохи. Я не ему, Гевара, но ему я лохи. О, какая хорошая картина. Пройдите лицом к стене быстро. Опа. Лицом к стене. Что? Ну, смотри, Флорис. Пройдет. Твой шильд, а вы издеваться надо мной, да? Вот так вот. Нет, зачем вы мне издеваться надо мной? Да, мне кажется, вы твои издевались. Опа, все, вижу, Ферррп. Так, летим, летим, летим. Это заявочка, летим, блядь. На Ферррп заявочка, кстати говоря. У нас кто на примете? Кто это у нас такой? Дудосер. Тп к себе. Привет. Че не так? Догадываешься, зачем я тебя тэпнул? Я так пытаюсь, я с автомата строю. Вообще, мне в мыслях не было предъявлять ему за какие-либо другие нарушения. Я увидел Ферррп, я за него, его же и накажу. Но насчет нон-рп-гана, он вроде бы сам признался, но... А я этого не видел. И по логам я этого тоже посмотреть не могу. Так. Ну, это не только это. Больше ничего ты не делал? Не, объясни мне, что я сделал. Можете, я не помню. Ну, вот недавно. Ну, недавно, недавно. Давно или нет? Я только за ватником бегал. Ну, ты за ватником бегал и... Несмотря на его просьбы уйти домой, когда он держал автомат в руках. Тебе ватник приказывал это сделать с оружием во время Камчаса. Я говорю, если я нарушил, то посади их. А, ну окей. Значит, ты получаешь за эфир РП. 1,4 у тебя. 15 минут. Я думаю, в кого я ударялся. Это ты оказывается. Ну, только ты лез его расковывать. Я это заметил. Два раза подряд. Когда он у тебя вернешься, расковывал. Плюс у него тогда не было автомата. Да, да, да. Не было автомата. Тебе ему уже до этого приказали. Он еще и адекватный. Ничего себе. Нелегального оружия нету. Он вообще безоружный, что ли? Серьезно? В такие времена гроверам вообще нужно как-то вооружаться. Хоть немного. Я понимаю. Может быть, у него защита какая-то есть. Но это особо не спасет против тех, которые... Нет, ну он что-то там строит. Что-то придумывает. Ну ладно, окей. Я его не буду пока трогать. Может, он что-то исполнит в будущем. Не будем загадывать. Сетка. Тут полупрозрачный проб. Все чисто. Ага. Тут Cherry Frog. Понастроил. Тут ДНК-сканер. Тут, ребята, я смотрю, особо никто не застраивается. Правильно? Правильно. Если я съедаю твою фишку, то на своё поле кладёшь. Если я съедаю шмалью... Мне реально кажется, что слишком маленькая. Да не, нормальное поле. Как раз даже... Так, два заборчика для защиты у них. Чекнем правила строительства. Может быть, что-то получится найти. Собственность. Дверь. Запрещает пытаться закрыть дверь, когда её пытаются открыть. Инструмент, благодаря которому можно сделать пробку пропадающим или появляющимся. Данное правило запрещает закрывать ФД во время рейда или же обыска. Открывание и закрывание двери во время перестрелок. Установка времени на закрытие также запрещается. Вот, сложный оборонитель. Запрещается также строить ограждения между районами. Строительство вне комнат здания. Вышка. Базы там устраивать тоже запрещено. В ПУ и мэрии могут строиться только профессии, которые прикреплены к этим зданиям. Разрешено строительство в парке, пустыне, улице. При строительстве ларьков. Водный канал на крышах. Зона около пятиэтажки. Камеры на НРП постройке. Щели прострелы. Данный платформер запрещает строительство щелей и прострелов ниже, выше, выше уровня глаз. Стандарт проход. Вообще, по правилам, эта база чиста. Прострелы тут, в принципе, по кругу, за исключением вот этого вот полусферы вот этой, не знаю, или как её назвать получше. В остальном всём, она нормальная. Значит, летим дальше. Летим и чекаем дальше. Негры пока не работают у нас. Убили. Ух, сука. Налётчик. Героин, геро-геро-героин. И только попробуйте после этого начать поливать его говном. Он ничего такого не сделал. Да, он пчела ограбил, да, он кого-то там ещё зацепил, убил, но всё это было сделано по правилам. Почему я это вам говорю? У меня по роликам может создаться впечатление, что я ненавижу только тех, кто играет за нелегал. И это в корне не так. Я ненавижу и поливаю говном только тех, кто нарушает правила за нелегал. Или же даже за легал профессию. Вы просто вспомните, как я хуесошу детей, которые не знают, как играть за мента. Оу, е. Тут продают героин, парни. Логос. Парни, тут героин продают. Так вот, ты же герчик и сова. Да. Всё, кстати, не нравилось. А потом, что так надо? Ну, давай пять тысяч на пол. Всё-таки надо жить как-то. Ну, значит, кассер давай. Вот эти ебучку прострелю нахуй. Ага, это был маньяк. Этот сейчас тут лазит. Так, ну вроде он ничего не нарушил. Но потом всё получилось прямо так, как я и думал. Чел просто заигрался. Он бегает, грабит, кого-то по возможности убивает, если того требует ситуация. Да, это окей, хорошо. Хорошо, в смысле, если это делается по правилам. Если не по правилам, то, конечно же, осуждаю. Прикол в том, что при череде удач человек начинает заигрываться. В его случае это как раз то самое. Он сначала кого-то ограбил, потом зарейдил, потом ещё убил. Всё это ему сошло с рук, ну чисто потому что по правилам. И после каждого этого раза успешного, человек всё меньше и меньше подключает голову к процессу. Хорошо, если мои слова кажутся вам сейчас бредом, то послушайте. Он нашёл квартиру, которую можно будет в теории ограбить, зарейдить. Но он также нашёл метод, как попасть в неё намного проще. Не с главного входа, а с балкона залезть, который никак не закрыт. Никакими ни пропами, ни фдшками, ничем абсолютно. Он взломал, ограбил человека, окей. Дождался, пока туда забредёт какой-нибудь паркурист, его тоже ограбил и ушёл. Ну а теперь смотрите, что происходит после той самой череды удач. Ну там больно, я упаду, разобьюсь. Я не хочу этого делать. Тут высота достаточной. Да иди в пизду. Пошёл. А-а-а. Дебилой, блядь. Так. Так. Ну это был эфир РП. Вот и ебут ванан. Ну, да. Сейчас тэпнем. Вот, доигрался чел. Пожалуйста. Что произошло, блядь? Какой? Какой? Обычный эфир РП. Ну, где? Чего? А что у вас случилось? Где? И почему как бы, типа, как ты узнал, что у меня эфир РП? Эфир РП у тебя, я ещё раз говорю. Ты следил за мной? Ну, да как, в чём, в чём, где? Ну, на балконе возле детской площадки. Ну, чел стоит, мне говорит, типа, спускайся. Я говорю, то, что там, типа, высоко, я упаду, что-то там сломаю себе. Он убирает оружие, и всё. Я убегаю. Я не хочу этого делать. Да иди в пиздец. Пошёл. Там не было такой высоты, чтобы тебе нанёсся какой-либо урон. Ты просто не захотел спускаться и убежал, и послал его. Тем более. Ну, Пэр, блядь, в реальной жизни ты спустишься, как бы, с такой высоты? Там первый этаж балкона. Я в детстве с таких спрыгивал спокойно. Ну, это ты, а я, допустим, Сыкло, который боится прыгнуть. Нет, ты просто правила нарушил, Ферр, и всё. Давай другого админа позовём. Зачем? Ну, я хочу узнать его точку зрения. Вот, допустим, вот этого. Нет, ты со мной будешь разговаривать. Я тебя тэпнул, я тебе объясняю твоё нарушение. Всё. Понял? Я хочу узнать точку зрения другого админа. Да, мне по боку, что ты хочешь. Я тебе тэпнул, я тебе сказал, у тебя вот такое нарушение, и оно по факту было, ты его даже не отрицаешь. Ты объясняешь, как всё было, так же, как и я. У тебя Ферр РП. Отрицаю, блядь. То есть ты отрицаешь, что ты нарушал правила Ферр. Давай, я тебе говорю, давай позовём админа какую-нибудь другую. Нет, я тебя спрашиваю сейчас, отвечай на вопрос. Ты нарушил правила Ферр РП или не нарушал его? По-моему, я не нарушал. Блядь. Высота, на которой ты находился, она, в принципе, не была опасной для ХП, чтобы ты спрыгнул и потерял его. Оттуда можно спокойно спрыгнуть, с учётом того, что игра так устроена. Ты с такой высоты не получишь никакого урона. И это можно было бы обыграть так, что сейчас быстренько спущусь. Вместо этого ты его просто послал и побежал по своим делам. Ну так он уже убрал пушку как бы. Ты его уже послал человека, который на тебя наставил оружие буквально несколько секунд назад. Тебя это не испугало, что он за тобой... Ты почему-то, кстати, от него тогда убежал, именно спрятался в вентиляции. Но если он тогда опустил оружие, чё б ты тогда убежал? Чего? Ну если бы он на тебя уже не наставлял оружие и просто бы сказал, окей, ладно, чё б ты тогда от него убегал? Я же видел, то что ты от него побежал после того, как ты его послал в вентиляцию. Захотелось, брат, захотелось просто вот убежать от него. Ну вот, видишь, побегал, набегал себе на 1.4. Удачи. Ну вот он вот так вот стоит, поле, говорит, не спускайся. Да всё, всё, хорошо, хорошо, хорошо. Удачи тебе. Ай, бля. 15 минут. Если есть какие-либо вопросы, может сейчас на меня жалобу подать и разберёмся. Слухай бэ, бро. Вы, наверное, сейчас думаете, что это конец ролика, но нет. На этом моя игра не закончилась. Он подал на меня жалобу, потому что ему не понравилась причина бана и то, что я его вообще в принципе забанил. Вот я иногда реально не догоняю, чем думают такие челики, которых забанил какой-нибудь модер, опер или же админ. Не важно, сам факт бана важен и всё. Они бегут сразу же жаловаться какому-нибудь администратору, которого они знают более-менее, которые их тоже знают и думают, что он их спасёт. В основном эти жалобы ничем не заканчиваются. Он также остаётся сидеть в бане досиживать свой срок, а я иду дальше играть на серваке. Но бывают такие случаи, когда чела находит ещё одно нарушение. Ну вот, смотри. У меня немножечко тут админ ливнул с жалобы. У меня немного админ ливнул с жалобы. Ну иди разбери кольфу. Больф, иди разбери кольфу. Короче, смотри каиту. Я, получается, стою на балконе в этом. В общаге. Там мент снизу стоит на детской площадке. Говорит, типа, мне спуститься вот так, смотрит вверх с оружием. Он один раз мне это сказал. Я ему говорю, типа, то, что, типа, не хочу. Там, типа, высота. Я ноги сломаю, что-то такое говорю ему. Он потом убирает оружие. Я убегаю. Что-то там обозвал его. Потом, короче, спрятался от него. И вот этот крапаль тэпает меня. Говорит, что у меня ФИР РП. И, типа, объясняет это тем, что я не спрыгнул по его требованию спрыгнуть. И, типа, то, что... Он в реальной жизни прыгал там с первого этажа и так далее. Я говорю, я наблюдал за этим с самого начала. Это было на детской площадке. Балкон первого этажа. То есть высота такая по механике игры. Что ты не получишь никакого урона. И там, в принципе, это не супервысоко. Это не вышка, где ты упал и сдох сразу. Ты спрыгнул с леса аккуратно и пошел дальше. Вот. Полицейский на него наставил оружие. И говорит ему слезть к нему на детскую площадку с этого балкона. Он стоит, говорит, что слишком высоко. И я никуда не пойду. Потом он в итоге разворачивается. Съебывает от него. И посылает его нахуй. И, типа, или иди в пизду. Или иди нахуй. Точно не могу сказать. Но что-то такое он сказал, что, в принципе, может посчитаться еще за провокацию полицейского на погоню. И убежал. Убежал не просто по своим делам, а убежал, начал прятаться. Прятаться конкретно где? В этой же общаге в вентиляции. Мне он это берет, объясняет таким образом, что полицейский уже убрал оружие. И я просто ушел. Ну, то есть он намеренно спровоцировал полицейского, если даже так рассуждать. Свои фразы, типа, иди ты в пизду. И ему вслед еще что-то уже, когда его уже не было в поле слуха вот этого вот, вось чата. Он тоже его как-то то ли оскорбил, то ли еще что-то, когда полезен. Ну, то есть, зачем он тогда убегал от него и прятался, если он его, типа, просто отпустил. Там, смотри, такая ситуация была, то что квартира, соседняя, она рейдилась. Вот. Туда то ли ментов вызвали, туда то ли по уликам пришли. И полицейский этот, по вызову, как он мне говорил, он проверял эту квартиру. Камчаса, правда, не было, но там все было повыбито, уже повыбивали, то есть все двери, пропы. Он просто зашел, осмотрел это все. Увидел чела по соседству и начал его просить спуститься. Я это говорю к тому, что там спуститься реально, ты прыгаешь, ну вот, скажем, высота даже меньше, чем вот у крыши, начало крыши этого дома. Вон то вот. Ну, знаешь, я сейчас вот все послушаю, я хочу сделать. Зато, что, типа, ну, фиррерпы тут доказано, потому что состояние настолько, ну, большая, что я буду представлять тебе. Да, это буквально спрыгнуть с гаража, если расценивать, сравнивать высоту. Провокация, точно не знаю, потому что... Ну, смотри, провокация, это какой пункт, если есть такой вообще у вас? Это есть... А, провокация 1.29. Сейчас давай почитаю вслух как раз всем вам, если кто-то сомневается. Запрещает провоцировать игроков на преследование нарушения правил, рейд и обыск любыми методами. Провоцирует людей на преследование нарушения правил, рейд, обыск любыми методами. Вот. Он в данном случае его попытался спровоцировать, оскорбив его, послав. И развернулся, убежав. То есть, сейчас ты вышел с одного нарушения, с одного бана, ты сейчас полетишь у меня уже в другой. Доволен? Ну, так, я все же приму позицию насчет администратора, потому что здесь все же, типа, ну, как показывают, что провоцировать людей на преследование, так как ты, я скажу, бил, ну, послал в пизду или куда там послал, ты спровоцировал человека, ну, чтобы он пришел и тебя, ну, нашел, типа, и отставал, получается, потому что ты... Так. Ну, все, ты тогда будешь наказан. Я могу уже дальше с ним сам разобраться. Ты признаешь вину? А, ну, ладно. Ага. Я тогда закрываю жал. Да, 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 да. Ну, че, доволен? Доволен, спрашиваю, а оно тебе надо было? Нашли у тебя еще одно нарушение. Так, короче. Steam ID. Еще 15 минут сидишь. Бан. Бэбру. Бан. Вот такие нетоксичные будни администратора у меня получились. Люди также были наказаны, но уже без тонны говна на их головы. Видео было снято на моем сервере Бэброград, IP, группы ВК и прочее. Вы можете найти в описании. Также туда я поместил промокод Бэбролюкс. При введении его в консоль, будучи на серваке, вы получите 50 рублей в донат счет, а также 50 тысяч валюты. Хотел еще сказать про стримы. Они у меня проходят также на этом канале. Единственный нюанс, чтобы вы могли писать в чат и общаться со мной с другими ребятами со стрима, вам нужно просто подписаться на канал. Ничего более от вас не требуется. Делаю запланированные трансляции, поэтому вы их с большой вероятностью не пропустите. Ну а теперь до новых встреч.